Всем привет, это канал Про Цветок, с вами Пашкевич Анна, и в этом видео мы показываем и рассказываем о некоторых хитростях, которые облегчат вашу работу в саду и в огороде. Оставайтесь на канале, не забывайте про подписки и лайки. О первой хитрости вы наверняка знаете, если вы смотрели наши предыдущие ролики, в которых мы рассказывали о двойном стакане. Конечно, были комментарии о том, что это перебор, что двойной стакан это расточительство, но мы считаем, что именно такие рассадные культуры, как, например, перец и баклажан, которые крайне негативно отзываются на любые повреждения корневой системы, нуждаются именно в этих двойных стаканах. Что нам необходимо сделать для того, чтобы превратить эту хитрость в жизнь? Нам потребуется два любых стакана, в моем случае это стаканы от сметаны. Один мы разрежем полностью по всей длине и затем его вставим во второй стакан. Как это помогает садовым культурам, которые, например, посленовые, как я уже сказала, отноматы огурец. После того, как наши растения, в частности перец, сформируют достаточно корневой ком и придет время пересадки его на постоянное место жительства, например, в теплицу, мы возьмем наш двойной стакан, отсоединим одну половинку от второй. И вот этот вот земляной, он же и корневой ком поместим в подготовленную лунку, и наше растение, оно даже не заметит, что оно было пересажено из маленького стаканчика в большую посадочную ямку в теплицу. Вторая хитрость также касается рассадных или посевных стаканчиков, которые мы можем сделать самостоятельно. Но для этого придется немного пособирать втулки из обычной туалетной бумаги. Как показывает практика, именно вот эти вот целлюлозные крепкие втулки становятся впоследствии хорошими стаканчиками. В частности, если вы обратите внимание, они достаточно продолговатые, и подобные стаканчики, они будут идеальны для рассады, которая имеет длинную корневую систему. Например, эти продолговатые стаканчики хорошо себя рекомендуют при выращивании рассады луковых культур. Например, лук порей, а мы знаем, что любой лук имеет длинную корневую систему, будет очень хорошо расти и развиваться в подобном целлюлозном вытянутом стаканчике. Ну а если вы не пользуетесь рассадными стаканами, а высеваете семена, например, в какие-то объемные, длинные, широкие ящики или на гряды, или на любую плоскую поверхность, которая содержит в себе питательный грунт, то наверняка вам понадобится такой строительный инструмент, который называется строительная терка. Обратите внимание, что они могут быть вот здесь различной толщины, и все будет зависеть от того, семена каких культур мы будем с помощью этого приспособления высевать. Если, например, это мелкие семена, к которым относятся в частности физалис или семена петуни, то эта толщина будет вполне приемлемой. В том числе с помощью строительной терки можно высевать, например, и перцы, и баклажаны, и томаты, и в принципе любые мелкосемянные культуры. Как нам может пригодиться именно вот это приспособление? Можно предварительно по краям строительной терки отметить полсантиметра, один сантиметр, и с помощью маркера прочертить черную такую жирную хорошую линию, как по длине, так и по ширине. И после того, как мы подготовим грунт, мы возьмем нашу строительную терку, и именно ориентируясь на вот эту линию, будем формировать своеобразные бороздки, в которые впоследствии мы будем на одинаковую глубину помещать наши семена. Также эта терка, она удобна тем, что ей можно абсолютно спокойно и равномерно заделывать семена. Но если вы будете пользоваться ею часто, если вы ее понесете, например, к себе в огород и будете использовать ее в качестве подручного материала для формирования лунок в грядах, то тогда для того, чтобы не стирались вот эти вот маркерные линии, можно взять обычно такие канцелярские прищепки, прищепнуть их таким образом, чтобы при погружении в грунт вы ориентировались именно на вот эти вот прищепки. И даже если будет стираться маркер, а он со временем стирается, ориентируясь на эти прищепки, заглубляя именно по вот этим вот нижнему краю прищепок на ту глубину, которую вам необходимо, вы будете формировать одинаковую глубину, а мы знаем, что семена, которые мы помещаем на одинаковую глубину, они одинаково всходят и получаются дружные и равные всходы. Четвертая хитрость также касается глубины заделки семян. Многие из нас привыкли формировать лунку, например, пальцем, но есть более хитрое приспособление, которое, например, могут быть в виде обычной палочки или в виде палочки для суши, что нам необходимо сделать. Нам необходимо прочертить линии заделки семян, например, 0,5 см, 1,5 см, 2 см и так далее, в зависимости от культуры. И для того, чтобы нам не ориентироваться именно на вот эту линию, мы возьмем обычную резинку, поместим ее на ту линию, которая нам необходима, и после того, как резинка будет на палочке, мы будем помещать ее в грунт и ровно по линии резинки будет происходить заглубление палочки в грунт, и мы снова будем получать одинаковую глубину заделки семян. Следующая хитрость также касается равномерного распределения семян на посевной поверхности. Наверняка эта хитрость всем известна. Я думаю, что многие из вас имеют у себя также это нехитрое приспособление, которое называется мерная линейка. Как показывает практика, мерную линейку лучше всего сделать длиной 1 метр. Минимум расчертить ее через каждые 10 см, максимум через 2 или через 5 см. После того, когда у вас готово это приспособление, вы можете его спокойно укладывать на поверхность ваших гряд, и ориентируясь на нанесенные штрихи на линейке, ориентируясь на посевные характеристики определенных культур, вы сможете с помощью этой линейки размещать семена в почве на одинаковом расстоянии друг от друга. Таким образом вы упростите жизнь не только себе, но и своему будущему урожаю. Еще одна хитрость, которая широко применяется в народе и значительно облегчает садовую жизнь, это посевные колья, на которые мы помещаем шпагат или веревку. Как работают посевные колья, я думаю, все прекрасно понимают. С их помощью удобно наносить точную разметку расположения гряд на вашем участке. Очень часто можно наблюдать следующую ситуацию. Покупаем семена, собираем семена, кто-то нам отдает семена, и они могут у нас находиться в разных местах и в разных емкостях. Тем не менее, для того, чтобы наверняка знать, какие семена у вас есть в наличии, можно их поместить вот в такой большой контейнер, если у вас много семян. Можно распределить их, например, по культурам огурцы, тыквы, корнеплоды, например, свекла, морковь и так далее. И таким образом вы будете иметь четкое понимание того, какие семена в каком количестве у вас есть в наличии. Если же вы, как и я, например, собираете коллекции определенных культур, в моем случае я собираю коллекции томатов, баклажанов и перцев, то можно воспользоваться для удобства хранения и систематизации обычным фотоальбомом. В моем случае фотоальбом на 300 фотографий, но я считаю, что это не самая удачная моя покупка, поскольку данный фотоальбом заполнен чуть больше наполовину, но если вы обратите внимание, то фактически он уже достаточно плотный, и когда я уберу резинки, он будет еще более широкий, что, к сожалению, не очень удобно. Поэтому если вы будете выбирать между тем, какой фотоальбом для систематизации семян себе купить, то можете остановиться на 100 фотографий. Как работает в моем случае фотоальбом? Здесь я собираю, например, перцы, систематизирую их, например, по форме плода. В частности, сначала в данном фотоальбоме собраны перцы, которые имеют кубовидную форму и красную окраску. Дальше можно найти перцы призмовидной формы, округлой формы. Затем у меня находятся острые перцы, также по форме плода и по окраске. Дальше находятся баклажаны и совсем в конце находятся томаты. Мало того, что вы будете иметь четкое понимание того, какие семена находятся у вас в коллекции, так вы еще можете их просистематизировать, например, по производителю или по дате поступления их в свою коллекцию, или по тому, как вам конкретные сорта или гибриды нравятся, то есть в любом порядке, в любом оформлении. Но именно за счет вот этих вот кармашков очень удобно хранить семена. Также можно систематизировать информацию по культурам. Например, вы смотрите канал про цветок. Очень много различной полезной информации. Чтобы ничего не пропало, вы можете так же, как и я, завести тетрадь, разделить ее по культурам. И по мере того, как будет поступать информация, вы будете заполнять свою тетрадь. Таким образом, когда, например, вы готовитесь к посевному сезону, вы открываете томаты и начинаете читать от формирования рассады до посадки, полива, подкормок, защит и так далее. Также в подобной тетради крайне важно и необходимо вносить сроки высева семян как на рассаду, так и в открытый грунт для того, чтобы полностью понимать все процессы, которые происходят с нашими растениями на участке. Еще одна хитрость касаемо семян. Например, если нам необходимо определить всхожие семена для того, чтобы не тратить свое время, высевая невсхожие семена в грунт, но у нас нет чашек Петри, которые являются очень хорошим приспособлением для определения всхожести, можно сделать своеобразные чашки Петри своими руками. Для этого нам понадобится обычная закаточная крышка, в которую мы поместим вату, все это опрыскнем водой и затем возьмем обычную пищевую пленку. После того, как мы нанесем семена на влажную вату, накроем все пищевой пленкой и поместим в теплое место на проращивание. И вот в такой вот своеобразной чашке Петри нам будет очень удобно считывать любой результат по всхожести наших семян. Еще одна хитрость касаемо семян, в частности, того приспособления, которое, на мой взгляд, является одним из самых удобных для того, чтобы наши семена отправить на проращивание. Нам понадобится бинт, понадобится строительный скотч, ножницы и степлер, для того, чтобы сформировать вот такие кулечки. Об этих кулечках мы уже показывали и рассказывали в наших более ранних видео. После того, как мы сформировали кулечки, подписали, поместили в них определенные семена, нам необходимо сделать такую вот тепличку. Возьмем обычный пищевой контейнер, просверлим небольшое количество отверстий. После того, как мы увлажним все наши семена, накроем крышкой и отправим в теплое место на проращивание. И последняя садовая хитрость, которой я заканчиваю данное видео, это изготовление садовых табличек, которые, на мой взгляд, являются достаточно функциональными и информативными. Для этого нам понадобится, например, алюминиевая банка. Это может быть любой напиток, который мы разрезаем и из которого формируем своеобразные таблички. Также нам понадобится любая мягкая проволока. В моем случае это, например, старая вешалка, которую мы разрезаем на отрезки по 30-35 см. После того, как мы подготовили нашу проволоку, мы ее дважды изгибаем, помещаем на нее садовую табличку, наносим любую необходимую надпись без использования маркера и помещаем нашу табличку в грунт. Какие же преимущества по сравнению с пластиковыми табличками, на которые мы наносим надпись, например, маркером? Однозначно мы не потеряем никакую информацию, потому что зачастую случается так, что маркер или выгорает, или выцветает, или того хуже смывается. Так вот, именно на алюминиевых табличках с вдавленным текстом с ними ничего не случается, вся информация остается. И также удобно эти алюминиевые таблички помещать на плодовые деревья, на кустарники, которые у нас в грунте находятся не один год, и эти таблички, так же с ними ничего не происходит, и мы всегда можем идентифицировать, какой сорт, какое растение, в какой срок нами было посажено. Уверена, уверена, уверена или надеюсь? Спасибо, что сказать? Спасибо за то, что посмотрели наши хитрости. Уверена, что хитрости из этого видео облегчат жизнь на вашем участке. Оставайтесь на канале про цветок, впереди много интересного.